в жизни. Теперь про медицину. Значит, вопрос медицины, новых медицинских вещей, входит скорее в законодательную область, чем в область идеалов. Потому что с идеалами в медицине все более-менее просто. А вот с законами в медицине все очень непросто. Ну, например, рассмотрим простейший пример. Как мы все знаем, пересадка органов способна спасти людям жизнь, и это очень существенно. Также мы все прекрасно понимаем, что пересадку органов можно делать только в том случае, если человек умер, погиб, но является очевидно чудовищным преступлением взять органы живого человека, каким бы он ни был. И это признают все совершенно, это признают законодательного уровня, и очень борются там, ну, я не знаю, сколько сейчас борются с Китаем, который, есть подозрение, что он просто убивает политических оппонентов, вытаскиваемых органов для пересадки. Но, по крайней мере, это очень серьезная проблема, все эти проблемы признают. Но, с нашей религиозной точки зрения, очевидно, недопустимо приблизить смерти. Есть человек даже при смерти. Нельзя его убить. И поэтому можно взять органы только тогда, когда человек умер. С другой стороны, если это вопрос затянуть, то органы станут непригодны к пересадке. И это создает чудовищную дилемму определения момента смерти как можно более точно, не затягивая ни в ту, ни в другую сторону. Нельзя определить моментом смерти, когда человек еще жив. И ни в коем случае не надо определять момент смерти сильно позже, чем он умер. Потому что тогда нельзя будет делать пересадку. То есть, возможность пересадки органов поставила перед медициной очень серьезную проблему – определение момента смерти. Вот это приостойческий пример. Традиционно считалось, что момент смерти – это остановка сердца. Однако сегодня существуют всевозможные способы продлить функционирование сердца, когда человек на самом деле уже умер. Так что же в этом случае? По этому поводу в иудаизме конкретно было принято следующее решение. Первое решение – такие вопросы может решать только кто-то религиозный авторитет, имеющий статус в медицине. То есть, то, что кто-то большой религиозный авторитет, он эти вопросы решать не может. Он должен быть профессиональным врачом. Желательно на уровне профессора. Если он сам не понимает в медицине, он не может основываться на том, что ему расскажут, как это в медицине. Понимаете, да? Это идет, на самом деле, в иудаизме еще со времен Талмуда. Скажем, в Талмуде возникают свитязные вопросы. Например, вопросы торговли, или вопросы сельского хозяйства, или там вопросы какие-то специфические. И принято решение еще в Талмуде, что голос тех равинов, которые профессионалы в данной области, превышает голос других равинов, даже гораздо более авторитетные, если они не профессионалы в этой области. И когда возникает вопрос про сельское хозяйство, то решается не по самым главным религиозным авторитетам, а по тем религиозным авторитетам, которые реально занимались сельским хозяйством. И то же самое по медицине. Решение по поводу религиозных медицинских проблем – целая огромная вещь. Могут принимать только такие религиозные авторитеты, которые специалисты в медицине. И даже есть несколько случаев, когда религиозные авторитеты специально пошли учить медицину, дошли до профессии медицины, это же практика, это вся общая жизнь, для того, чтобы иметь возможность решать эти проблемы. Ну вот в частности по этому вопросу было принято решение, ну лет так допустим 40 назад, не очень давно, но и не сегодня, но уже все-таки, значит, 100 лет прошло, но это не совсем давно, да, о том, что смерть мозга – это смерть, даже если сердце функционирует. И это противоречит совершенно всем тому, что писано по медицину в Талмуре, да, или те предыдущие. Тем не менее, религиозные авторитеты все согласились, что да, поскольку серьезные раввины, которые в этом хорошо понимают, одни так же профессори медицины приняли решение, что здесь смерть мозга является главным, то это достаточно. А эти вопросы – это жизнь и смерть, можно ли делать пересадку? И тем не менее, этот вопрос поменяли, это действительно так посчитали. Вот, и это касается практически всех медицинских вопросов. Это касается и не только пересадки органов, например, всевозможного вмешательства в рождение человека, ну, миллион всех вопросов. Вот все их решать нужно на основании соединения сегодняшних научных знаний с серьезным религиозным авторитетом. Вот поэтому они все более-менее так и продвигаются. Нельзя сказать, кстати, нельзя сказать, чтобы это шло безболезненно. Есть вопросы, которые не решены на сегодняшний деле, или по крайней мере я не знаю, чтобы они были решены. Вот. Но они постепенно, когда накапливается применение, они постепенно решаются.